Девушки отдыхают Секс тут на последнем месте, тут главное мне было статью написать Муж Ирины Петровой собирается подать на развод, так как считает свою жену аморальной особой Свекровь Ирина заявила сыну, что его жена пользуется услугами мужчин легкого поведения, да еще и платит за это Во время ссоры он собирает все вещи в охапку и выбрасывает их из огна Интересная форма проявления ревности Муж Светланы Таракановой в порыве ревности выбрасывает ее вещи из окна Предприимчивый сосед снизу собирает упавшую одежду с своего балкона, сдает в секонд-хенд и дарит своей любимой теще С рилами за вами и шел, что ли? Ну да Вот все, что этот пряник сейчас нагородил, это врачок Отвечем, не пряник, а истец Выполняя гражданский долг, Петр Горухов отправил жениха своей дочери в тюрьму Причиной послужило его удивительное сходство с беглым преступником Отцовская сознательность лишила дочь семейного счастья Истец Ирина Петрова требует компенсации материального ущерба и морального вреда на сумму 22 тысячи рублей Ответчик Евгения Изотова с иском не согласна Считает, что выполняла указание руководства Слушание, дело открыто Истец, что с вами? Я вам объясню Меня муж избил А все потому, что это дура Что сделал ваш муж? Он меня избил Правильно сделал А все потому, что это дура, а что ты не умеет писать правильно, бухгалтерские Сама дура, сама дура Занималась бы своей работой, дурить, и чем лезть чужую личную дочь Истец, истец, говорите громче, во-первых Во-вторых, перестаньте оскорблять ответчика И в-третьих, я хотел бы, чтобы вы четко совершенно объяснили ваши требования суду Хорошо Что вы хотите? Ваша честь, я хочу восстановить свое доброе имя Да ты его давно потеряла, свое доброе имя Которая рушится У меня семья на грани развода Кто бы говорил Свой кровь, из меня пьет кровь Говорите, говорите Коллеги, мои друзья, они все в шоке от того, что происходит ситуация такая Вы понимаете? Так, я это понял Посмотрите, что муж со мной сделал Посмотрите, горшок летел с цветами Хорошо, горшок, я от него увернулась хотя бы Мало он тебе сделал Надо было мужа привезти в суд Мало он тебе сделал Так, ответчик, я предупреждаю вас Вы нарушаете общественный порядок Простите, Ваша честь Стойте и молчите Понимаете меня, нет? Да, конечно Вас избил муж А виноват ответчик Виновата в этом она Бухгалтер недоделанный Сама? Ваша честь Дело в том, что я работаю в журнале Объясните мне, что вы требуете сначала Я требую восстановить свое доброе имя Раз Обелить его И требую, во-вторых, моральный ущерб и материальный ущерб Моральный ущерб, я хотела бы 10 тысяч Разорвешься За то, что она потрепала мне нервы Вы хотите компенсировать моральный вред, который вам нанес ответчик? Моральный вред плюс Еще я бы хотела 12 тысяч За то, что я проходила лечение Потому что, вы видите, в каком я состоянии Просто у меня невроз какой-то Да ты была в таком состоянии, с рождения Ты в такое состояние Ваша честь Я не могу выкина работать Простите, пожалуйста Но это невносимо Объясните вам, в чем дело Ты уже говорила это Я тебя уже слушала Я тебя пыталась объяснить Что ты глупость говоришь Ты можешь понять? Ответчик Я не могу разобраться Если вы будете разговаривать одновременно Простите, Ваша честь Просто невозможно слушать вот эту ересь, которую она несет Вот, будьте добры Сейчас не слушайте, ладно? Слушать буду я А потом, когда я буду задавать вам вопросы Вы будете уже слушать меня И отвечать на мои вопросы Простите, Ваша честь Договорились? Спасибо, Ваша честь Продолжайте Итак, я продолжу Плюс еще 12 тысяч За материальный ущерб, за лечение И за творческий простой Потому что я как журналист Я пишу Мне должно быть вдохновение Мне должна быть нормальная голова работать Понимаете, я сейчас не могу этим заниматься После нанесенной травмы Голова не работает Я вас понимаю 12 тысяч рублей Так, документы, подтверждающие лечение Есть у вас? Есть, пожалуйста У меня справка от врача Какие у вас есть еще документы Которые подтверждали бы Естец, вы слушайте сначала Простите, я просто очень нервничаю Я вижу Какие есть документы Которые бы подтверждали Ваши нравственные или физические страдания Из-за действий, которые Причинил вам ответчик? Есть такие документы, Ваша честь Помимо справки от врача Это бухгалтерский баланс Отчет В котором эта идиотка Написала, что я пользуюсь Так, истец Я вас сейчас оштрафую В следующий раз И вы перестанете Тогда, я надеюсь Оскорблять ответчика В зале суда Простите, Ваша честь Я больше постараюсь Такого не делать И второе Это отчет В котором указано Что я пользуюсь Услугами сексуальными мужчин Вот это верно замечено Что ты пользуешься всю жизнь Этими услугами Сексуальными Откуда? Так, ответчик Я вас удалю сейчас из зала Вы уже мне надоели здесь Надоели просто в зале Понимаете? Невозможно работать Простите Ваша честь Я работаю уже 7 лет Я профессионал В сфере журналистики Я работаю Передайте мне документы О которых вы только что сказали Да, пожалуйста Вот от врача Профессионал в другом А вот, пожалуйста, отчет Это журнал В котором я работаю Женские страсти В котором напечатана моя статья Мне дано было задание Главного редактора Написать статью Повторяюсь О мужчинах-проститутках Сами понимаете, Ваша честь Что отношения мужчины и женщины Очень интересны Всегда для всех были Тем более Наш журнал Женские страсти Мы все это исследуем Все эти интересные вопросы Разумеется Чтобы написать Правильный материал Мне нужно было чем-то Его обосновывать И мне пришлось Идти в массажные салоны Вызывать мальчиков по вызову В сауне с ними париться Да все это для тебя не новое Делать секс тут на последнем месте Тут главное мне было Статью написать Чтобы не было на чем основываться Понимаете? Нахалка То есть на первом месте Ваше желание Исполнить профессиональные обязанности Профессиональный долг Понятно Понимаете? Профессиональный долг Конечно понимаю У меня вторая древнейшая профессия Я горжусь этим, Ваша честь Я всю жизнь Ты гордишься, что у тебя Первая древнейшая профессия Ваша честь Я прошла на все сто процентов От и до Ответчик Я штрафую вас на две тысячи рублей Вы меня понимаете? Да, Ваша честь В следующий раз я штрафую вас И удалю из зала И решим Ваше дело без вас Ваше отсутствие Продолжайте, естественно Итак, Ваша честь Я хотела выяснить Чем обусловлена эта профессия Почему мужчины этим занимаются Сколько это стоит? То есть все дословно Удалось? Ну практически, да, Ваша честь Мне удалось Отразили это в статье? Пожалуйста Вот статья, Ваша честь Вот мой журнал Вы можете Передайте суду, пожалуйста Возьмите, пожалуйста И тут, знаете, как просто Шутка судьбы злая Моя свекровь Шопей два месяца жилось И не больше И тебе столько же И тебе столько же Она работает налоговым инспектором И инспектирует тот участок Где находится наша редакция И можете себе представить Открывает она отчет Простите, Ваша честь Открывает отчет Ответчика Который составил ответчик Да И там написано Сексуальные услуги Что, что сексуальные услуги? Сексуальные услуги для Петрова И.М И.М. это я, Ирина Михайловна Естественно, моя свекровь Ничего не говоря Приходит домой Рассказывает моему мужу А мой муж Человек такой, что он не будет разбираться Ну, я вам уже показывала, да? Поэтому я хожу сейчас вот так вот Он, естественно, сразу мне в глаз Я не знаю То есть вы считаете это естественным? С его стороны это было естественно Потому что он очень горячий человек Он не разбирался ни в чем Теперь моя семья На грани развода из-за нее Свекровь со мной не общается Но вы мужу-то объяснили Что это профессиональная обязанность Вы понимаете, что он слушает свекровь Ну, представляете, такое значит Что жена пользуется услугами чужих мужчин И еще платит за это деньги Понятно, естественно Ваша позиция мне ясна Но говорите теперь Пора вам Ваша честь Я совершенно не согласна Вот с этой выдрой Которой вот Отвечек Я штрафую вас еще на 2000 рублей Вы должны вести себя в зале суда Так, как предписывает закон Вы понимаете меня или нет? Да, конечно Как вас на работе держат Я не понимаю Я тоже не понимаю Продолжайте Ваша честь Дело в том, что Вот пообщаясь вот с такой Извините меня Особой Просто невозможно Но невозможно ведь рядом находиться Понимаете? Ладно Суть в другом Значит, Ваша честь О тех деньгах Которые сейчас идет речь Я Вот ни сном, ни духом Ничего Я их ей не выдавала Это было сделано до меня Главным бухгалтером Который работал до меня У меня на руках Вот Квитанции Счета И авансовый отчет Вот этой вот Извините меня Туры набитой Так, Отвечек Я штрафую вас еще на 2000 рублей И того уже 8000 рублей Ваша честь Вы мне все зарплаты лишите Ведите себя достойно Вы сами себя лишаете заработной платы Ваша честь В этих счетах Чеках написано Черным по белому Сексуальные услуги Мужчина на час Массажный салон Секс по телефону Стриптиз клуб Вот при составлении отчетности У меня как бы, понимаете Возник такой вопрос Куда же мне все это писать Как все это обосновывать С этим вопросом я обратилась К своему главному редактору Вот на что он мне ответил Обоснуйте это Как сексуальные услуги Для Петровой Да пошутил он А ты дура поверила Так, Отвечек Ну и дальше что? Пошутил он Пошутил он А ты бухгалтер или кто? И вы в баланс Отвечек И вы в баланс В нарушении закона О бухгалтерском учете Нет Почему это в нарушении закона? Ничего подобного Ничего подобного Потому что баланс Обезличенно составляется Отвечек Ваша честь, понимаете Выше своей головы Я прыгнуть не могу Думать надо головой Не прыгать через нее Помолчи Так, естественно Я вас штрафую На две тысячи рублей Тоже Простите, Ваша честь Да что же Это вы базар-то здесь устраиваете Ваша честь Я вам повторю У меня со здоровьем Просто большие проблемы Стойте и молчите Пожалуйста День рвотный с самого рождения Впереди тебя же делать Сначала психика Отвечек Продолжайте Итак, вам главный редактор Сказал, чтобы вы Внесли в баланс Совершенно верно Обосновать это Как сексуальные услуги Для Петровой Вот, что я, конечно, и сделала На самом деле Как бы вот, понимаете Выше своей головы Я не могу прыгнуть Ваша честь Помимо подписи Главного бухгалтера То бишь меня, да Вот Отчет подписывается еще И главным редактором Вот, и в чем же моя вина Да в том, что Я не могу понять Чужую жизнь А заниматься Своей бумажкой Я в твою жизнь Совершенно не лезла Ты мне не нужна Ответчик Ответчик Я Это ты в мою влезла Я тебя вообще не трогаю Ответчик Ответчик Итак, у меня в руках Баланс Который мне передал истец Этот баланс Подписан только вами Подписи главного редактора Здесь нет Представьте документы Которые вы хотели мне показать Я не знаю, почему здесь нет подписи Главного редактора Вы как бухгалтер обязаны были Вы как бухгалтер обязаны были Передать Вот моя оплошность Это сама оплошность ходячая Дура Ты заткнешься или нет У меня такое ощущение, что Ваше поведение здесь Обосновано какими-то личными Неприязненными отношениями По отношению к ИСУ Ваши дети, конечно А как же вы считаете Вы подтверждаете это, да? Я подтверждаю в следующем Как она имела Какое она имела право Обвинить меня в своей В том, что у нее рушится жизнь Какое она имела право Она с ног до головы сама Вот Все рыльте ведь в пушку Суд удаляется для принятия решения Горячие разборки прямо в зале суда Выведите, пожалуйста, здесь с вами зала Незаслуженное обливание грязью Дура, в суд пришла Маленькие трагедии Из-за больших глупостей Последнее время мы вот с ней вдвоем не спим Ну, не дает она мне Такого вы не видели никогда Все это в программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым Рассмотрев в открытом судебном заседании Заявление истца Суд приходит к выводу, что иск Следует удовлетворить в полном объеме На основании 152-й статьи Гражданского кодекса Сведения, которые содержатся в документе Которые исходят от организации Подлежат замене Таким образом, учитывая то, что на балансе Не имеется подписи главного редактора Вы обязаны баланс составить новый И удалить оттуда сведения Которые порочат истца Убытки, о которых заявил истец Суд решает возместить В размере 12 тысяч рублей И взыскать с ответчика указанную сумму Моральный вред также суд решил компенсировать Истцу в размере 1500 рублей Истец доказал, что после ваших действий Ответчик, он испытывал Значительные нравственные и физические страдания Решение сторонам понятно? Да Слушание дела окончено Решение суда Иск удовлетворить частично Далее в программе Во время ссоры Он собирает все вещи в охапку И выбрасывает их из огна Интересная форма проявления ревности Павел Суханов очень любит, когда соседи с верхнего этажа скандалят Муж в парове ревности Выбрасывает из окна вещи жены А ответчик внизу ловит их И сдает в секонд-хенд Или дарит любимой тёще С рилами за вами и шёл, что ли? Ну да Вот всё, что этот пряник сейчас нагородил Это врачё от начала Ответчик, не пряник, а истец Андрей Романов приехал в деревню Знакомиться с семьёй невесты Но удивительное сходство с беглым рецидивистом Привело жениха в сельскую кутузку Так бдительный отец разрушил счастье дочери Он не допустит беспорядка в суде Но с бузиной Что сейчас здесь буду я Судья Николай Бурделов Истец, давайте достойно сегодня закончим судебный процесс А это мы сюда не поможем Ответчик в конце концов Судья Николай Бурделов Самый строгий судья Пристав, встаньте между ними Смотрите программу Судебные страсти с Николаем Бурделовым Теперь помолчите Истец Светлана Тараканова Предъявляет иск о возмещении материального ущерба На сумму 60 тысяч рублей Ответчик Павел Суханов Иск не признаёт И утверждает, что не имеет никакого отношения К пропавшим вещам Слушание, дело открыто Ваша честь Меня зовут Светлана Васильевна Тараканова Я хочу предъявить иск на 60 тысяч рублей Своему соседу Суханову Павлу Андреевичу Что он такое сделал? Он не хочет отдавать мне мою одежду Вашу одежду? А зачем ему ваша одежда? Ну, дело в том, что у меня очень ревнивый муж Он меня постоянно ревнует И в порыве ревности Вот во время ссоры Он собирает все вещи в охапку И выбрасывает их из окна Из окна? Да, из окна Интересная форма проявления ревности Часто он это делает? Да, часто То есть у вас так бы игра такая, да? Мы живём уже 10 лет вместе И ревность усиливается Хотя я бы никаких поводов не даю А почему вы решили, что ваши вещи Которые, видимо, с балкона были выброшены вашим мужем Ответчик не отдаёт? Как они к нему попали? Ну, я всегда уже смотрю вниз Большинство вещей попадает на деревья, на асфальт И я вот живу на третьем этаже А вот Суханов живёт на втором этаже Моё окно прямо вот Ну, на балкон И вот А внизу под вашим окном находится балкон ответчика Да, я вижу, как вещи падают к нему на балкон Да бред это какой-то вообще Может быть, муж специально так аккуратно бросает, чтобы на балкон попадали к нему, а? Нет? Нет, ну они на деревьях там Я сначала иду, спускаюсь, естественно, вниз на улицу Даже купила лестницу Собираюсь деревьев там Потом уже иду к нему Прошу отдать вещи, он мне не отдаёт Говорит, нету Нету вещей? Да Отвечу Я же своими глазами вижу, что часть вещей попадает именно туда И много вещей? Да, много вещей И шуба, и кофты, и там всё Вот я даже вот Столько вещей вот уже пропало Я стала собирать квитанции Вот квитанции на шубу Передайте суду Да Вот, возьмите Так, судя по объёму квитанции, часто ваш муж проявляет вот так ревность, а? Проявляет часто И что, всё это пропало? Пропало Всё? Ну вот, что попадает к нему, пропадает всё И вот он мне ничего не возвращает Я уже взяла лестницу, хотела полезть к нему на балкон На днях я выхожу из подъезда, и мне навстречу идёт тёща, вот Павла Идёт в моей шубе Эту шубу, то есть, по моему заказу делали в Испании, в салоне То есть, он тут её не мог купить Это была моя шуба В испанском рынке, да Кофточку видела мою твелюровую Обратилась к жене, к нему А у вас одинаковая комплекция с тёщей, да? Ответчиком? Ну, с тёщей примерно, да Да худее она Да уж, конечно Понятно, ответчик Что вы скажете по поводу заявлений истца? Ваша честь, я полностью всё отрицаю, всё, что говорит моя соседка Светлана Это всё бред Зачем мне женские вещи? Ответчик, давайте мы с вами так разберёмся Тёща твоей нужна Итак, вы знакомы с истцом? Ну, конечно Знакомы со Светланой, да? А с её мужем? Тоже У них ссоры на почве ревности бывают? Да ежедневно почти Каждый день? Да это весь двор слышат Так, и что происходит во время этих ссор? Фейерверк вещей Фейерверк, они что, вверх летят? Они вот так вот летят по деревьям, на дорогу, везде И растворяются? Нет, потом она их собирает Ага, она их собирает? Да Иначе не фейерверк? Нет, вы понимаете, нет, я не отрицаю Было один раз, извиняюсь за выражение Лифчика мне попал её И я женское нижнее бельё так вот взял Понёс Она мне спасибо хоть сказал Я принёс её женское бельё, я мужчина её несу Она меня обвиняет, что здесь шубы, кофты А шубы, то есть я ничего не видел? Знаешь что, что касается шубы, к нам приехала с женой её мама, моя тёща Так Ну мы подкопили денежек, три года её не видели Купили её, съездили на рынок, купили блузочек там Моя шуба не рыночная вещь На рынке сейчас тоже хорошие вещи продаются Я её шила специально в Испании, по заказу Ты говорила, дай мне теперь сказать Это штучная вещь Так, ответчик, одну минуту Давайте мы сейчас к этой шубе перейдём Скажите, пожалуйста, кроме чеков, у вас есть какие-то документы, подтверждающие, что... У меня есть свидетель Его же соседка, с его этажа, вот там арктура Фотографии шубы, может быть, есть у вас? Она видит, видела всё Она видит, что вещи, пары не мужу не отдают Кроме свидетеля, других доказательств пока у вас нет, да? Но то, что вот я видела, разговаривала с женой, она меня называет... Понятно, естественно То есть вообще... Так, ответчик, что вы скажете по этому поводу? Я вам говорю, ваше честь, мы купили ей шубу, да, я не знаю, но мы купили новую шубу, зачем с чужого плеча? С чужого, она новая была, шуба-то Так мало того, мало того, она её... Она восстанавливает, во дворе говорит Она это кто? Не Светлана кто? А давай, говорит, мои вещи Ну я свою шубу-то могу узнать Тёща, 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 святое, скандал в доме Из-за чего, типа, я там сплю с ней, там, ещё там что-нибудь Этого ещё не хватает У меня жна тростиночка худенькая, а это, извините Понятно, ответчик А скажите, пожалуйста, вы купили, говорите, шубу на рынке, да? А везде сейчас чеки дают У вас есть чеки на эту шубу? Вот, именно Там у нас рынок без кассовых аппаратов Ну, понятно Такого быть не может? Ну, они не дают Притом большая сумма То есть у вас чеков, подтверждающих, что шубу эту купили, вы, нет? Да нет, нет, на рынке как-то чеки, но... Ага, вы купили дорогую вещь Такую сколько она, кстати, стоит? Двадцать восемь тысяч Двадцать восемь тысяч А моя шуба стоит дороже, и выглядит она дорогой Понятно И чека не потребовали, да? Здесь вы не можете такую шубу Я удивилась, что такая шуба на какой-то сторонке Все уже знают друг друга То есть она сказала, не подойдёт, поменяйте там Люди же знают нас там Мы там одеваемся Понятно, ответчик, спасибо Пригласите, пожалуйста, свидетелей СЦА Свидетели СЦА, пройдите Ещё одна пришла Что это за техническое устройство такое? Господи, Ваша честь, сейчас я всё расскажу Расскажете нам? Да Понятно Представьтесь Я Заруцкая Тамара Петровна Ещё раз Заруцкая Тамара Петровна Вы знакомы с СЦОМ, Тамара Петровна? Да А с ответчиком? Она живёт на втором, я на втором Давайте выслушаем Я живу с Пашей на одном этаже А Светочка живёт этажом выше Вы знаете, зачем вас пригласили в суд? Да, я знаю Я сейчас вам расскажу Когда у них в семье начинаются скандалы Правда, к сожалению, часто эти скандалы у них Света сейчас перешла на другую работу И постоянно опаздывает после работы Муж у неё человек ревнивый, сейчас не работает Не знаю, чем у неё мозги заняты До тех пор, пока она не придётся работать Создаётся такое впечатление, что он уже разгромил всю квартиру Но это ладно Но взял такую манеру всё время выбрасывать в окно её вещи Причём вещи не дешёвые, дорогие Или любовницы, да У меня нет дешёвых вещей И вот что я, собственно говоря, почему с этим агрегатом-то пришла Я это ноу-хау для себя, как женщина, у своего соседа посмотрела У него на балконе вот так же вот из сеточки всё во всю длину сделано И что интересно, вечером он... Я имею право, я рыбак, я рыбу слушаю Не знаю, ты рыбак, вечером выдвигает Давайте выслушаем свидетеля Это изобретение А наутро он их убивает Каждый вечер или только тогда, когда слышит шум? Нет, нет, он каждый вечер это делает Я вам сейчас покажу, что я изобрела Для того, чтобы... Так это ваше приспособление или приспособление ответчика? Нет, это моё приспособление Потому что мне оно очень понравилось Он так здорово всё сделал Надо же свету выручать, надо же помогать И вот я, конечно, вот как могла сделала, понимаете? И вот этим я, этой ловушкой, я пытаюсь ей помочь ловить вещи, которые он выбрасывает Слава Богу, что такие люди ещё есть Ну, к сожалению, конечно, у меня не всегда получается на эту ловушку К сожалению, это на комплекте насильб, наверное, получается А что вы делаете с вещами, которые так вот улавливаете? Я Свете отдаю Да, всё мне возвращает Конечно, всё Девочка работает Ага, понятно Чтобы допоздна она работает Встаньте на место, свидетель И ещё Одеваться надо Так, ответчик, естественно, перестаньте переругиваться Свидетель, встаньте на место Свидетель, у меня ещё к вам один вопрос Вы это устройство, я хочу уточнить Вот это устройство вы сделали по образцу такой же, как у ответчика? Ну, по такому Только он у меня по размеру поменьше получился У меня сетки не было То есть у него побольше У него побольше Улавливатель У него появились в балкон и вы понимаете, что это Ответчик, прокомментируйте, пожалуйста, заявление свидетель Это да, у меня больше, у меня больше и лучше, у меня руки золотые То есть у вас на самом деле установлен улавливатель для вещей Ну почему, ваш чест, почему лавливат? Ну потому что свидетель сказал, что она специально сделала приспособление, чтобы ловить вещи из ца А вещи у него на балконе Она может, вот она, наверное, ловит эти вещи У меня рыба, я рыбу разложу, посушу Я вам дальше расскажу Значит, на эту сетку он, одежда падает Ну вот здесь как-то однажды сахар у меня окончился Я, значит, пошла к его жене То сахар, то масло Говорю До магазина дойти Дай мне, пожалуйста, сахар Ну, значит, смотрю, а она гладит И гладит такое красивое платье Я, значит, сразу смотрю, что же она делает А это Светина платье Да она бы два раза вернулась бы в этом платье Конечно, перевернулась Дальше сумка стоит В этой сумке тоже вещи лежат Я опять посмотрела Светины вещи Я не могу сказать, что я весь ее гардероб знаю Но я так часто собираю ее вещи Что эти вещи явно были светильны Светитель, у вас не вызвало никаких сомнений В том, что это вещи именно изца Именно светильные вещи И эти вещи находились во владении у семьи Ответчика Да Понятно Ваша честь, но там во Извините, у меня тростиночка Скажите, пожалуйста, а какого размера вещи носит семья Ответчика? Ну, жена-то у него худенькая Так А теща такая, ну, наверное, как я Да худее она Ну, я видела свою вещь-то, я могу Понятно Скажите, пожалуйста, еще Что-нибудь про какую-нибудь шубу вам известно? Ну, про шубу я... Шубу как-то я не видела, когда ее выбрасывали Ну, вот просто то, что мне Света рассказала А это... А шубу... Это по-рассказу Известно вам по-расскажусь-ца Красивая шуба Красивая шуба Вы не видели эту шубу в семье у Ответчика? Нет, в семье у Ответчика я не видела Только вещи, да? Только вещи И уж очень красивое платье Это стопроцентное средство Но я все вещи с границей покупаю Да это подруге и дают секонд-хенд сдавать Ответчик через два дома Ответчик... Не знаю У меня еще один вопрос Вы все-таки признаете иск или нет? Нет Нет Вы категорически отказываетесь признать иск? Я вам скажу, я сам позволю содержать свою семью? Суд удаляется для принятия решения Судья Николай Бурделов Рассматривает любые иски Этот или это Я не знаю, как уже назвать Это чудо природы Самые скандальные дела Молчи, сейчас я говорю Смотрю, а с ее туалета дым валит В программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым Я все-таки, видите Еще женщина в стаку И я, конечно, отдалась ему Объявляется решение суда Ваш иск удовлетворен частично Суд постановил вернуть вещи Которые были перечислены в списке Переданной суду истцом За исключением шубы Нахождение шубы В пользовании у ответчика Не установлено в суде Ответчик, я хочу вам разъяснить Почему такое решение принято На основании 227-й статьи Гражданского кодекса Нашедший потерянную вещь Обязан немедленно уведомить Об этом лицо, которое Эта вещь потеряла Либо милицию, либо муниципальные власти Вы этого не сделали Судя по всему, вы специально Собираете некоторые вещи Которые попадают к вам на балкон И по возможности Послушайте меня И не перебивайте И используйте их Или используют члены вашей семьи Это прежде всего Нарушает нравственные устои общества Это нечестно Ну и кроме всего прочего Это противозаконно Сторонам решения суда понятно? Да Слушание дела окончено Решение суда Иск удовлетворить частично Далее в программе С вилами за вами и шел, что ли? Ну да Вот все, что этот пряник сейчас нагородил Это вранье Отвечет Не пряник, а истец Выполняя гражданский долг Петр Горохов Отправил жениха своей дочери в тюрьму Причиной послужило его удивительное сходство С беглым преступником Отцовская сознательность Лишила дочь семейного счастья Если ваш иск не принял ни один суд Не расстраивайтесь В программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым Вы увидите дело, подобное вашему Смотрите программу «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым Истец Андрей Романов Требует возмещения материальных убытков на сумму 8500 рублей И компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей Ответчик Петр Горохов платить отказывается Так как считает, что выполнял свой гражданский долг Слушание, дело объявляю открытым Слушаю вас, истец А что вы в гардеробе не разделись? Дело в том, что вот здесь у меня куртка Это вот Это вещественное доказательство? Да Так, слушаю вас Ваша честь, я Романов Андрей Сергеевич Вот, хочу возмещение морального и материального вреда Которым нанес мне гражданин Горохов Губу раскатал Кто раскатал губу, ответчик? Вот этот клеветник Так, ответчик, вам слова не давали Вы стойте и молчите сейчас Когда я вам дам слово, будете говорить Договорились? Договорились Слушаю вас В размере 10 тысяч рублей За порванную куртку Вот Так И сломанные очки Так, понял Сколько очки стоят? Ну, очки мне дороги, как память И цена уже незначительна Мне больше ее интересует Документы, подтверждающие стоимость очков и куртки, есть? Нет Куртка была купленная на рынке Очки были подарены Так что никаких документов нету Передайте, пожалуйста, очки суду через пристава А почему вы оцениваете в 10 тысяч рублей все это? Ну, куртка мне обошлась в районе 5 тысяч 5 с половиной, если быть точным Так Ну и я думаю, оставшейся суммы мне хватит на ремонт очков Еще плюс моральная издержка Дело в том, что я человек довольно-таки стеснительный И мне очень сложно найти общий язык со своими сверстниками Работаю я в библиотеке Ну, там, с книжками Девушки красивые к нам не заходят Да и на улице познакомиться мне особо ни с кем не удается Как-то не могу найти общий язык Ну и решил познакомиться с старым деловским способом по переписке Ну, договорились о встрече То есть уже назначен был день Я подкопил денег и решил как бы приехать в гости Посмотреть, познакомиться с родителями Поймал машину, кое-как нашел дом Ну, постучался в калитку Видимо, или не услышали, не открыли Решил зайти на участок, постучаться в окно дома Захожу на участок, стоит сарай Раздался грохот, вышел какой-то мужик Непонятный весь, грязный, чумазый Да, Брида, не забирайся! Явно нетрезвый Нетрезвый! И начал подходить ко мне Ну, я как бы незнакомый местности, я растерялся Стою, смотрю, что в дальнейшем будет происходить Ну, он подходит ко мне, я думал там, или поздороваться, или еще чего Вцепился в меня Сорвал очки То есть поздороваться не удалось, сразу вцепился Да он просто... Все врет, Ваша честь, все врет! Давайте мы выслушаем, он пока ничего не сказал Он пока готовится только рассказывать Продолжайте Был настолько нетрезв, что, я не знаю, вообще ничего сказать не мог Нетрезв был ответчик И именно ответчик вас вцепился, да? Он вцепился, я пытался вырваться И вот, порвал на мне куртку, растоптал А зачем он вцепился-то у вас, объясните Я так и не понимал вообще, что происходит Ни слова не сказал Ну, и что было дальше? Выбежала Ольга из дома Она начала орать, типа, отстань от него Он запихнул ее обратно в дом Припер дверь какой-то лопатой Или я не знаю, что у него там было Схватил вилы и начал мне тыкать, угрожать ими С криками просто выпихнул меня в калитку Вилами выпихал? С вилами Он что, вот так вот с вилами за вами и шел, что ли? Ну, да И далеко вы пошли? Ну, провел меня по всей деревне Все так смотрели, но я... Ну, смешное зрелище-то, да? Ну, смешное мне не показалось на тот момент Так, ну и что дальше было? Дойдя до станции, там был пункт милиции Ах, так он в милицию повез? Повел вас? Да, в милицию я его сдал Так, давайте сейчас дослушаем Вот И что в милиции? Ну, они, видимо, там все свои, закрыли меня Мне никто ничего говорить не мог Сказали С утра приедет Следователь районный И дальше будут разбираться Закрыли меня в камере Где я, в принципе, и провел всю ночь Бессонную Так Ну, наутро приехал следователь Проверили документы И я в таком виде поехал домой И что, ничего вам не объяснили? Нет, ну объяснили то, что Похожим предметам человек Похожим То есть фактически... Минуточку Ответчик, а вы что, работаете сотрудником милиции, что ли? Ваша честь Да Вы не поверите Вот все, что этот пряник сейчас нагородил Это в райе от начала конца Ответчик Не пряник, а истец Ну, истец Так, сейчас мы выслушаем вас Скажите, пожалуйста, что у вас за документы там? Это справка из отделения, вот где я нахожусь О задержании? Да Передайте мне через приставо Да В неприятную ситуацию-то вы попали Самые скандальные дела Чувак, нахуй, блядь Самые жестокие истцы Мой труд, который я вложил в него, вот он Самые наглые ответчики Я ему там такой ад устроил То есть вы Ты будешь работать с вазелином или без? Такого вы не видели никогда Я двуличная сния Мне по*** на вас так же, как и вам Судорцы ясно Все это в программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым Ну что ж, теперь давайте вас послушаем Ответчик Ваша честь, все было совершенно не так Утром я вышел в огород поработать И вдруг слышу, кто-то возится у калитки Но так как пес мой убежал кабелировать Я понял, что это кто-то не свой Не наш человек, не деревенский Я подошел к калитке Смотрю, там стоит вот этот вот Преступник федерального значения В зеркало себя видел? Который проник на мою территорию В мой огород И собирается сделать какие-то противоправные действия Совершить преступление собирается, да? У вас на огороде Совершить преступление у меня на огороде Вчера вечером я был Почему вы решили? Я был сильным А, понятно А там на дверях Пришпандорина вот эта вот фотография Посмотрите, ваша честь Один в один На святом месте На дверях винного... Встаньте на свое место Передайте мне фоторобот Только без очков Ну, естественно Я, чтобы уж полностью удостовериться Подошел, снял очки А он на меня набросился Очки упали Он наступил, раздавил их А теперь я ему должен 10 тысяч платить То есть, ответчик Вы мне объясните Вы в сельмаге увидели фоторобот Да Вы его сорвали И он в огороде с вами присутствовал, что ли? Я взял на всякий случай Я проявил гражданскую сознательность Думаю, вдруг пригодится Потому что я иногда езжу в электрический город И преступник тут, как тут Да Прямо в огороде А он в моем огороде стоит Его ищет федеральный уголовный розыск А он у меня стоит Смотрит на меня своим наглым взглядом И еще говорит, что я ему куртку порвал Ну вы и решили Никто б тебе куртку не порвал А ответчик Да Ответчик Ну и что же вы сделали? Вы сняли очки Они упали Они упали Он наступил, раздавил их Он наступил Он наступил или вы наступили? Он наступил Он сам наступил Он сам наступил Сам наступил, ваше честь То есть он решил свои очки Отрихтовать, да? Нет Он выбил меня из рук Он кинулся на меня Естественно, кто наступил на эти очки? Я в этих очках три года хожу С ними все было идеально Пока вот Кто наступил, естественно, на эти очки? Он наступил на эти очки Он наступил Так, что было дальше, отвечу Дальше? Очки упали Что дальше? Очки упали Он на них наступил, раздавил Я его, естественно, схватил Чтоб он не убежал Он стал трепыхаться И порвал рука в этой куртке А теперь он ко мне предъявляет изд А виллы-то вы брали в руки? Виллы я брал, но я не угрожал А что? А зачем вы взяли виллы? Я так, чтобы он пыл-то свой попридержал И виллы я держал на плече Когда гдал его через деревню То есть вы конвоировали с виллами? Я его конвоировал в отделении милиции Там, к счастью, дежурный был трезвый А он тоже опознал Обычно бывает Он же опознал его по этому фотороботу Дежурный опознал То есть дежурный милиционер тоже опознал? Опознал И запер его на целую ночь Он провел там ночь У нас очень хороший обезьянник Я сам там иногда ночую Ну и жил бы там Вы когда поняли то, что истец не является преступником? Честно Когда вы поняли? Я до сих пор считаю, что это бандит с большой дороги Значит, ответчик, я вам докладываю Что истец не является бандитом с большой дороги И никаких претензий у правоохранительной системы к ИСУ до сих пор пока нет Истец, вы заявили свидетеля, да? Да Ольга здесь, пускай она все расскажет Ольга это дочь ответчика Моя дочь, Ваша честь, моя дочь Ольга Горохова Пригласите, пожалуйста, Ольгу в зал сюда Свидетель истца, пройдите Здравствуйте Ну так я понимаю, что вы знакомы и с истцом, и с ответчиком, да? Да, я Горохова Ольга Петровна Что произошло в тот день? Я видела, как он, ну, как-то дрался с ним, там, наносил какие-то такие, не знаю Вот, вот это вот родная дочь, вот кого воспитали мы с вами Вилы, ответчик, подождите Ответчик На родного отца клянусь! Ответчик Вы в руках отца вилы видели? Сейчас точно я не помню, как бы... Не помнишь? Что было после того, когда прекратилась вот эта потасовка? Ну, сам конец потасовки я просто не видела Он же запер меня за дверь Просто-напросто я уже потом узнала, что он оказался в милиции И это было для меня нонсенсом каким-то Что вы в этот день не поинтересовались у своего отца? Где ваш знакомый или жених даже, можно сказать? Он сказал, что твой жених уже уехал к другой невесте И, естественно, я как бы узнала... Вы говорили своей дочери о том, что жених уехал к невесте? Что такое жених? Я сейчас не помню, но я хочу ей добра Вот она связалась вот с этим типом Но мы выяснили уже, ответчик, что истец не является федеральным преступником Мы уже выяснили это Ну, пускай он не является, но он в нашем колхозе не нужен Тем более, что у нас никто и так не работает Так пусть он у себя в городе сидит Понимаете? Но если никто не работает, может быть, один работник будет Суд удаляется для принятия решения Смотрите в следующей программе Гражданка Дурнова действительно покупала у нас этот музыкальный центр Опять Дурнова, Дурнова я, а не Дурнова Светлане Дурневой психоаналитик посоветовал слушать перед сном спокойную музыку Для этой цели она купила музыкальный центр Но вместо покоя женщина приобрела полное расстройство нервной системы А вам очень хочется выйти замуж? Ну, как любой девушке, конечно У меня же просто все подруги замужем И я все в девках хожу Вы не состоите на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере? Алла Кузина мечтала выйти замуж В новогоднюю ночь она решила нагадать себе суженого Но ее мечтам не суждено было сбыться И виноват в этом лифтер В чем состоит его вина, предстоит выяснить суду Вы пошли в туалет с намерением заняться там сексом, да? Да И именно туда пригласили свою даму, которую назвали Пищалкой Я пошел туда поссать Для лидера рок-группы Вадима Краснова секс в туалете клуба закончился трагично Он упал и сломал руку Произошло это потому, что уборщица перепутала взаимную любовь с насилием И ударила музыканта шваброй по голове Рассмотрев иск Романова к Горохову Суд пришел к выводу, что действия ответчика были правомерными Однако в отличие от уголовного права Где состояние крайней необходимости рассматривается как обстоятельства Исключающие преступность деяния В гражданском праве оно не освобождает причинителя вреда От обязанностей по его возмещению Поясняю вам В уголовном праве главной является функция наказания преступного деяния А в гражданском праве компенсация потерпевшему вреда В соответствии со статьей 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд, учитывая обстоятельства, при которых был причинен вред Возлагает обязанность по его возмещению на ответчика В размере 5000 рублей В компенсации морального вреда суд ИСЦУ отказывает Решение сторонам понятно? Слушание дело окончено Решение суда Иск удовлетворить частично Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова